Приветствую всех, друзья! Сегодня обзор небольшой парки Blitz против Гроссмейстера. 2.540 у меня сейчас рейтинг, доходил уже до 2.640, но потом сбился режим сна, поздно ложился и есть, конечно, проблемы с игрой. Но скоро планирую восстановить режим сна и через недельку-полторы броситься к 2.700, потому что доходил уже до 2.640. Играть там становится очень интересно. Гроссмейстер Стоквиш меня сразу ругает, говорит, G6 плохой ход. Согласен с ним частично, за центр не борюсь. Против меня играет Гроссмейстер, уровень 2.700, сказание, достаточно серьезный соперник, d5, d6, конь f3, слон g4. Но дело в том, что слон мне тут особо не нужен, поэтому пытаюсь от него избавиться. Белый выписывает шаг, короткая рокировка, конь f6, после хода ладья 1, видимо, не точного. Следует тоже рокировка. Кстати, что тут не нравилось компьютеру? Вот а6 сразу. Ну, не вижу серьезного смысла. Вот здесь, видимо, слон e2 сильно за белых откатится. А в партии же после слоны f4, а6, слон e2, сразу размениваюсь, играю b5. Соперник на автомате играет a4, b4 и c4. То есть пешки создаю себе, пешки b2 присматриваю с рентгеном, у белых два слона, но пока они все-таки не играют. На ход a5 перс c7, на всякий случай пешку прикрыл. Ну и где-то поле e5 тоже много раз взял под контроль. Ферзь e2, конь e5. Гроссмейстер и сток еще опять не нравится, но я играл такие позиции. Дело в том, что после размена ставил где-то коня на d6, слона на a6. Ну и чувствовал себя вполне тоже комфортно. Как минимум на ничью стоять можно. c3, ладья b8, сильный ход ладья a4, который я издалека не видел. И пришлось сделать, видимо, единственный ход, чтобы не проиграть сразу. Вот ферзь c5. Ну иначе не видно было, как прикрыть пешку b и пешку c на взятие. Просто ладья c4, видимо, и у белых все в порядке. Поэтому только ферзь c5. Ладья c8, пункт c4 прикрыл. И вот повел коня по задному маршруту. Здесь уже начинает сказываться плохой слон на поле f3. Особо работы для него я не вижу. У черных, можно сказать, уже позиция повеселее. Правда и мой слон. Но его можно через a6 подключить, напомню вам. Конь d6. h4, h5 на автомате сыграл. Отбросить слона подальше. Взял на c3, хотя уже слон a6 хорошо смотрелось. Забрался на второй ряд. Здесь, конечно, позиция у черных хорошая. Ладья на обжорочке это всегда приятно. Здесь у нас много объектов для атаки. Тем более еще ферзь посматривает на пешку f2. Гроссмейстер сыграл ферзь d1, получил слон a6. И выясняется, что у черных все фигуры играют. А вот белые как раз разбиты. Ладья что-то делает на поле a4. Слон на f3 не играет. А конь вынужден отойти, потому что хочу забрать. И на f2 пешка падает. Тут все заканчивается достаточно быстро. Конь f1 забрали. Две пешки уже выиграл. Дал еще шаг. Сыграл слон f4, проверил, куда пойдет король. Король отступает на поле h1. И я сыграл ладья c2 с идеей поставить ладью на c1. Либо забрать пешку на c3 в случае ладья a1. Соперник сдался. То есть времени еще оставалось, конечно, у нас достаточно. Минута 25 на минуту 38. Я бы здесь проблем особо для себя не видел. То есть могу играть буквально как угодно. Позиции все равно у меня явно перевес. Ну что, тут ладья a1, ладья c3. И дальше уже крути-верти, не торопясь. Хочется еще где-то коня подтащить. Кстати, может быть по такому маршруту. И на f3 может все, конечно, рухнуть. Ну а здесь всегда нужно считаться с ходом ферзь h4 и ферзь h2 при случае матовой конструкции. Конь привязан в любом случае. А к королю отойти тоже не может. Вот такая вот достаточно быстрая победа на пересмейстера. То есть я понимаю, что дебютная схема со стороны черных, она, можно сказать, грубо кривая. Но при этом получается против сильных шахматистов играть уже на опыте сыгранных партий. Знаешь, куда, какой план применить. И получается в Blitz чувствовать себя вполне комфортно. Хотя, конечно, и катастрофы случаются, когда я из дебюта могу просто-напросто не выбраться. Поэтому, друзья, учите более солидные дебюты. Всем добра, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всем спасибо и хороших качественных партий.